Какой смысл несёт в себе вектор с точки зрения геометрии и с точки зрения алгебры? Так. Геометрическое значение — это же графическое представление. Алгебраическое — это в виде формул. Просто список чисел, повтори. Список чисел. Список чисел есть вектор. Да, есть вектор с точки зрения алгебры. Это аналитическая форма записи. Это просто список чисел и всё. И даже в Пайтоне мы с тобой пишем что? В Пайтоне, ну так, формулы смысла. Список чисел, повтори. А, список чисел, список чисел. Получается, запись в Пайтоне и аналитическая форма записи одно и то же, да? Получается, в Пайтоне мы применяем аналитическую форму записи вектора, что ли? Ну да. Получается, что так. Получается, что да. Да, получается, что так, отлично. Давай нарисуем его, смотри. Например, у нас есть такой вектор. Вот мы вектор можем сколько буковками обозначать? Сколько буковок может иметь вектор? Сколько букв вектор? Две. А еще как можно обозначать вектор? Ну, вектор вообще обозначается палочкой. Я могу обозначить вектор просто как буковка А. И сказать, что это вектор. А, да, конечно. А что значит тогда такая форма записи, например, А, Б? Это что такое? Так, начало и конец вектора. Да, А и Б, молодец, умничка. А и Б это начало и конец. А это просто вектор А. Это одно и то же. Мы можем записывать просто буковка А как вектор. Можем прямо, явно указать, где А это начало, Б это конец. Да. Вот, далее. Вот еще, давай начнем. Вот это как называется вектор такой вот у нас? Вектор строка. На буковку R. Вектор. А, радиус вектор. Радиус вектор. И что, какая у него характеристика? Какое у него свойство? Какое он обладает свойством? Свойство, он всегда от нулевой точки выходит. Выходит из начала координат? Из начала координат. Это более корректно. Выходит из начала координат. Да, отлично. Из начала координат. Далее, например, как мы найдем вот координаты этого вектора? Вот его координаты какие вообще? Например, отмечай здесь координаты и скажи, какие координаты. Координаты вектора. Отмечай координаты и найди координаты вектора. Просто сама вот, отмечай координаты, сделай сама масштабирование и отметь координаты вектора. Как мы вообще ищем координаты вектор? Расскажи, пожалуйста. Нужно, ну, способом вычитания, нужно от начала отнять конец. То есть от x2 минус x1, повтори, y2 минус y1. x2 минус x1, y2 минус y1. Хорошо, отлично. Давай мы с тобой начнем координаты этого вектора. Ты должна записать их, по-моему, в квадратных скобочках, да? Я правильно понимаю? По-моему, квадратных скобочках. Да. Поехали. Так, сейчас. Мне нужны координаты по x и по y, правильно? Сначала мы координаты по какому будем писать в квадратных скобочках? По x. По x, правильно, правильно. А потом по y. Молодец. Итак, далее. Руслан, извини, пожалуйста, можно вопрос? Да, конечно. Сейчас очень легко, когда 2 минус 0 получилось 2, да? Это же число. А если бы у нас вектор был 1 и 3, то 3 минус 1 равно 2, правильно я рассуждаю? Если ты говоришь, тебе главное, чтобы x2 минус x1, y2 минус y1, на это все. А, все, я поняла, да, все, 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 понятно. Ага. Тут 0, поэтому... Все, 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 и так, далее. Давай мы с тобой поймем, что такое модуль вектора и покажи мне модуль вектора. Вот, например, вот где-нибудь вот здесь, вот нарисуем модуль вектора. Что такое, что такое вообще модуль вектора? Что такое норма вектора? Не знаю. Это же длина вектора. Повтори, модуль вектора и норма вектора, это его длина. Ага, модуль вектора и норма вектора, это его длина. Вот, вот, видишь, АБ, а мы зачем эти палочки делаем? Указать, что это вектор. Мы эти палочки делаем для того, чтобы посчитать его длину? А, вот эти, да, 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 да. Ага. Ты меня на какой же страничке проходишь, книжку нашу дорогую? Емелина? Ну, я пока остановилась. 30-20, где там у меня уже? Ну, примерно 15-ая. Ну, нормально, там, по идее, должны уже нормы вектора обсуждать, да? Далее. Итак, сейчас мы с тобой за один урок пройдем, ну, не всего Емелина, но нормально. Итак, вот просто модуль вектора, то бишь, его расставить, расстояние, мы как вообще высчитываем расстояние вектора? А, расстояние вектора. Его длину, да, получается? Да, как мы высчитываем длину вектора? Не помню. Ну да, давай, давай, потихонечку. Нам нужно пройти тренинг алгебру и забыть ее, да? Пройти и забыть. Как страшный сон. Отлично, ну, почти, да. Хорошо. Руслан, помоги. Я понял. Помощь, помощь друга. А что такое вообще, это хорошее, да, это, это лайфхак. А что такое вообще формулы кридового расстояния, это что такое? Не знаю. Хорошо. А давайте начало мы с тобой поймем, что формулы кридового расстояния, это та формула, которую мы как раз учитываем норму вектора. А норма вектора, это что такое, норма вектора? Границы его, конечно. Норма вектора, это просто его длина. Это просто длина его, да? Насколько вот этот вектор длинный? У нас здесь, чтобы посчитать длину этого вектора, нужна какая-то формула. Какая формула? Формула евклидового расстояния. То есть, чтобы посчитать вот эту штуку, нам нужно применить формулу евклидового расстояния. Я напишу, что... Я напишу просто евклидового расстояния. Евкл. Евклидово. Евклидово расстояние. А, что я делаю? У меня же есть этот самый, буковка Т. У меня же есть буковка Т, это текст. Смотри. То есть, у нас здесь формула евклидового расстояния. Как она пишется? Ну, просто. Сейчас. Формула евклидового расстояния, что она считает вообще? Что считает формулы евклидового расстояния? Длину вектора. Да, просто длину вектора. Давай мы посчитаем длину вектора. Итак, сейчас. Так, сейчас запишу. Длина вектора. Далее. У нас какая формула? Я могу использовать две трепетации. Могу писать тебе с помощью сигмы. Могу писать тебе просто явно, без сигмы. Хочешь, запишу с помощью сигмы тебе? А что будет попроще для восприятия? На самом деле, вот у нас есть сигма, да? Угу. Сигма и... Вот если мы сделаем с тобой сигма и... Сигма по... В и ты в квадрате. Даже сделаем вот так вот красиво. Корень из сигмы в и ты в квадрате. И ты один. Вот, а наверху будет N. Просто вверхинг лица будет N. Итак, вот как тебе такая формула? Хорошая? Хорошая, да? Я думаю, что ты уже сам все понял. А-а-а! Сейчас, подожди, подожди. Вдожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, спокойно, спокойно, спокойно. Вот и формула в квадрате расстояние. А сейчас... Я даже знаю, что мы с тобой сейчас сделаем. Сейчас мы стоит красиво все перенестиемся на вторую доску, да? то есть сейчас еще еще раз запишу для тебя вот эту формула в кидр расстояния вот и так формула кидр расстояния чаще сейчас да 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 смотри то есть мы пишем апр стрелочку ставим равно и делаем она считается эта штука по формуле кидр расстояния то есть у нас есть корень и сигмы корень и сигмы корень и сигма нижний предел у нас будет единичка ветки предел будет n это просто цикл мы должны понять что это просто цикл на верхний предел будет n вы и ты в подрать все выйти в подрать отлично далее также иногда еще пишут две палочки когда считают норму вектора две палочки бывают там ну по-разному 2 палочки стать бывает одну палочку стоит там неважно далее но бывает по разному там так ставит далее смотри следующий момент а как это вообще формула сигма раскладывается как она складывается но да легко сигма это просто цикл секу это просто цикл правильно и поэтому нам нужно будет ее просто в цикле пробежаться каждую итерацию на первой итерации а сигма это просто формула суммы это просто формула суммы да да я ее знаю со школьной математике да давай мы с тобой просто разложим эту сумму просто под корнем эту сумму раскидаем давай 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 пиши быстренько давай нет первый раз какая у нас будет забирает сюда забирать туда индексы давай давай в 1 в квадрате давай плюс давай выпили в квадрате 1 квадрате что второй квадрат да 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 многоточие в н квадрате умничка все 2 квадрате многоточие 2 н квадрате сколько здесь цифра какая будет столько будет в это же предел верхний до цикла количество итерации блин убери кружки свои вот в н квадрате да вот хорошо это же легко сигма просто легко же легко да ну мне теперь понятно да нижнее значение от которой начинается n который заканчивается в да совершенно верно таким образом мы считаем как раз саму норму вектора далее ну например вот у нас там есть там не знаю как мы что посчитаем вот норма вектора для наш для нашего для оба вектора вот у нас оба вектор у него есть какая-то вот длина какая длина ну давай напишем типа а.б. давай еще раз пишите теперь поставить значение под формулу вот если вектор а.б. это что такое вектор а вектор а.б. это у нас получается мы обычно пишем ну можешь в кругу сочетать но можем в кругах можно подать что у него координат следующий что-то у нас 21 до а наш да да 21 ну поехали давай подставляй формулу внизу пиши формулу а так корень до 2 квадрате но не мы так не делал естественно а как мы давай 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 мы один нет мы сначала показали да то есть мы должны сначала показать что вот это относится к.б. к модулю мы считаем мы рассчитываем модуль мы сейчас пишем модуль равно вот это вот и эта формула вот вот да давай давай кто-то я удалил равно кто-то его на 5 написал это не сложно это не сложно это вот так вот считается дина вектора когда есть примеры все становится понятным зачем зачем самой проходить два часа математику сможем сделать то же самое за 10 минут до так 2 в квадрате плюс 1 да все можешь приблизительно нет мы так не делаем нет 45 все не выйдешь на это так не делаешь должна нарисовать волну давай я пловец нарисую волну вот так что рисую рисую волну да почему рисуем волну приблизительное значение правильно а потому что я находимся пяти то сложно будет 닿lag это сложно но чё там конис пяти что это может быть давай на памятник считаю дай я не знаю давай на поятности читаем заходи пайдон будем считать это будет два не знаю давай на пойду сочетаем давай поехали давай наполитом посчитаем давай давай на поятной считать я хочу считать нам пойти нет ты гадоша по я зашла без а я весь код это все теория без loop и вообще бессмысленно правильно так чего в один доступ это меня дала да наверное да да а я не вижу что вообще и что-то еще ничего не появился на экране тебе отдать свой исход еще не появилось в исходе происходит так мой он не выиграть нету выиграть нету итак давай посчитаем собой норму вектора этого как ты будешь считать норму вектора вопрос хороший надо формулу мы можем использовать методы нампи напишись уже заложены методы наверняка наверно есть но давай мы напишем np . np . линалк это не алгебра модули на алгебре линалк np это же библиотека какая то есть np это же типа пакет который все средства библиотеки правильно np это просто сборище библиотек нп повторием поэтому это пакет а в пакете с модули np это пакет а в пакете есть модули и это вообще все вместе называть как библиотека это все вместе пакет плюс модули это все библиотека это все это сборище пакетов плюс а в пакете в пакетах есть модули а модуль это просто файл с расширением . пай а модуль это просто файл саши . правильно согласно согласно сейчас смотри давай мы с тобой это все сделал красиво понимала что на пи это просто директория сейчас на 5 директория а и в напи есть например в напи есть какие-то не знаю там линалк линалк . пай там не знаю какой-нибудь сейчас какой сейчас скажу секундочку и так какой-нибудь есть линалк ты мне что-то прыгаешь немножко линал . пай потом у него есть например там какой-нибудь рандом . по и сейчас рандом . по и так далее да получается это это пакет а это модули пакета сейчас запишу эти комментарии правильно пакет на пида полежал каренда модули до поняла все это библиотека называется и вообще это все да мы говорим что это все библиотека далее хорошо идем дальше вот у нас линалк у линанга есть какой-то метод обсудим метод его с помощью функции дир да у нас дир эта функция что у нас там есть интересного в линалке есть какие-то там непонятно ол и доки дандар методы линал и так далее да вот есть есть метод cont dead углы у них есть всякие не знаю непонятные штуки линалки и так далее то есть очень много методов да какой же нам нужен нам нужен метод норм нам нужен метод норм финал . норм чтобы посчитать его норму вектора она мы это что такое это его длина ну вот кидаю туда вектор давай вот наш вектор нет вектор вот наш а вы один давай поехали смотрим что тут у нас 223 да а это и есть корень до до который а давай попробуем с тобой реализовать умничка давай попробуем то есть длина вектор равна 223 правильно хорошо будем с тобой округлять или не будем ну два давай не хочет не хочет сейчас счетом у нас раунды implement input сейчас у нас input пострадал сейчас секундочку так в раунд так смотри давай сейчас где у нас где-то ошибка а блин сейчас секунду 223 все правильно и так давайте начало мы с тобой сейчас посмотрим что нас возвращает эта штука то есть у нас по идее по идее еще разок а блин что это что я делаю то я видимо не выспался до двух знаков допустим запятой ты указала хорошо я творю что-то не то все вместе надо потому что я пытался передать метод норм раунда точнее метод норме я отдавал раунд правильно в метод но а нужно то не метод он отдавать раунд нужно то что но возвращать что это это все возвращает число да и надо было вот эту штуку 5 раунд куда вот видишь смотри далее далее смотри 204 дабы получить такую длину ну давай попробуй с тобой формулы приду на стане посчитать давай напиши функцию которая считает формулы приду расстояния дэв давай название функции напиши норму вектор или вектор норм вектор как хочешь давай давай пиши норм вектор давай а передавай туда вектор из этого вектор а так сейчас мой до в один нет просто пиши вы там него что жмут на 1000 вектор положит давай далее поехали и на штука будет возвращать длину она будет насчет возвращать длину давай 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 а почему ты не пишешь параметры какие возвращает почему ты не пишешь тип данных а то то давай так делай тип данных давай тип данных и также но мы туда как бы лист и передаем листы списке мы же списке то передаем правильно вектор это же список согласно вектор состоит из детских из детских чисел туда список передать будем буковка в содержит себе список буковка в один содержит с азии правильно ну так мы тогда напиши листка ну так значит получается список умничка ну либо или можно писать еще можно писать или и так далее но неважно главное что это это мы туда передаем это или объект правильно и должна понять что вы это не integer вы это что-то и ты или моя согласна например список например дикт поняла умничка далее что будем возвращать начать будем число возвращай будем давай умничка да давай умничка далее далее пиши ретер давай ретер пиши ретер что ретер что давай формулу кредитовое расстояние сигма от числа бы этого в квадрате еще это все все в подкорнем до кори и сигмы от вы этого в квадрате до более от сигмы от вы этого в квадрате согласно формулы кредо расстояния давай 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 активнее как быстро будем писать корень вообще корень давай 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 посмотрим что там в этом в этом нп есть тебе интересно что там есть в нп так мне очень интересно давай посмотрим нп готовы туда проваливаться или можем через хелп посмотреть неважно вот например через хелп что-то вообще есть в нп так там должно быть еще много всего интересного и у нп есть разные там вложены какие-то функции все такое например можем использовать с тобой из курт и сейчас долго писать сейчас видимо ну ишь там нам пи написано description хелп пакет 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 то есть там очень много все интересного есть но нам это интересно нужно все что такое скурты получается у нас есть виск рт это от слова от какого что это означает сквая корень 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 и так а для начала а давай мы с тобой обратимся к нп . иск иск рт давай давай обращайся давай давай поехали поехали пиши итак дальше что мы положим то в эту функцию положи в эту функцию что мы туда положим сигма ну как у нас формулой пида расстояния корень из сигмы что-то там давай мы пишем корень давай корень корень а как сигму написать а вот это хорошо сначала пункты сделала пункты сделал вызови ее хорошо итак что дальше вот next то есть и и и и нам нужно что сделать нам нужно передать будет получается сигму а сигму а сигма это знак сумму правильно да давай напишем что нп . сумм нп . сам до проверим нп . сам напишем это же сигма правильно . сам это сигма давай что вы туда положим в эту сигму наши наши а наш вектор до ординаты в квадрате давай давай действуй действуй давай б . а а что дальше что дальше что дальше как написать в квадрате ну просто две звездочки это кстати полу первый урок у нас по пойду больше чтобы оператор изучали ваш мы изучали операторы а укуси помнишь мы что изучали операторы в квадрате в квадрате в квадрате это общая же правильно вот это вот формула да тебе нужно общая полема сигма в квадрате а как и ты как показать меня никакой и ты у нас все уже все нормально все хорошо далее а и так что дальше вот мы показали да и ты и ты он сам уже посчитается сигма сама побежит по нему правильно сигма же сама будет сигма сама будет итерироваться по списку мы сюда передали список сигма сама по нему бежит правильно мы список каждый член списка мы возведем квадрат согласно давай сами в этом убедимся я не знаю готова убеждаться сама или не готова давай давай сейчас что там у нас вы и вы и ты да ну вот смотри проверяй вы и ты у нас вот это тут а просто вы и ты у нас что такое двойка вот это это квадрат 2 звездочки двойка возведениях ты у меня такое не делала что что это хоть и делаю видят да все забыла получается мы вызвали каждый чем квадрат до каждый элемент мы завели квадрат 42 согласно 41 получился совпадает сейчас подожди давай 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 сумма в квадрате в один вот это в один в квадрате понятно в один ничем чтобы проверила что совпадаете 2141 совпадает а проверка получилось да далее нам нужно последующий что эта штука обращает давай передавать вызывай функцию передавай туда вектор давай быстренько давай вызывай функцию передавай туда векли быстренько давай поехали в норм вектор норм вектор норм вектор а передавать наш 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 вектор вы лист передавать вектор давай быстренько в один у нас все поехали проверяй тогда совпадает 223 и вот то что значение которое на выбил рандом совпадает да убедимся в этом делать делать сравнение сравни это с нормой с по формуле которого вы получили сравните с нашим линалк . норм сравни нп нп линалк норм давай 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 сравнивай давай поехали сравниваем ура true получается мы формулы в виду расстояния посчитать написали правильно согласно получается вы правильно написали форму и в виду расстояние так она надо тогда это закомментировать давай закомментируем что это формулы в виду расстояния да 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 нижняя я вот это сейчас пока свежая поняла а сверху напомни вот это что мы делали сейчас мы вычисляли все отлично формула есть так где у нас вот это вот сверху где 2,24 округления это мы делали вычисление эвклидового расстояния правильно ну и лучше говорить норму вектора норму вектора да а внизу мы написали саму формулу да потому что мы крутые математики то есть можно через линалк да через модуль а можно и саму формулу написать ну обычно это не делают дофига если можно просто метод норм вызвать и все это просто мы сейчас до проверили два способа до вычисления норма век да его можно сколько угодно способ просто вот эта формула да то есть и можно по-разному писать вообще с помощью библиотеки нп может просто нам важно понять что зачем написать эти формулу да если мы можем использовать 0 . норм просто мы должны понимать какая математика здесь зашита правильно понятно да ты же у себя в домашних у тебя в домашке нету . п . сам у тебя в домашке по штуке нету правильно точнее у тебя в домашке нету линал . норм у тебя же в удивательку нету потому что мы тивой 3 программирование и поэтому ты должна уметут а жрать формула быть и мальчики вот она формула а программель и вы просто используют метод здорово и тут мы проверили что это одно и то Я думаю, что вообще дата-санитисты, если ты будешь писать код открыт, как математические формулы, будет еще даже лучше. Просто обычно все ленятся. Все пишут вот так вот, и никто не пишет вообще вот так вот, никто не пишет. Потому что всем лень. Все обычно пишут так вот. Далее, смотри, следующий момент. Поехали дальше. Вот мы посчитали норму вектора. Итак, линалоги посмотрели, все очень здорово. Ну давай теперь сделаем сложение и вычитаем векторов. Давай, возвращайся на доску. Возвращайся на доску. Итак, давай мы с тобой сложим два вектора, например. Давай, у нас будет два вектора, и мы их сложим. Например, вот вектор А и вектор В. Вектор А и вектор В. Давай мы их сложим. Нет, ты какие-то пишешь там эти шточки какие-то. Сейчас мне надо их убрать. Итак, как мы с тобой сложим два вектора? Какие у нас и способы сложения? Способы сложения правила треугольника. Вот, отлично. Мы можем применить правила треугольника к этому вектору? Можем. Например, назовем АЦБД, например. Назовем АЦБД, да? Давай, сделай. Для того, чтобы осуществить по праву треугольника, что мы должны сделать? По праву треугольника, что мы должны сделать с тобой, чтобы посчитать? По праву треугольника нужно сложить стороны, сложить АЦБД. Нет. По праву треугольника, как мы должны складывать? Я пока треугольника не вижу. Что нам нужно, чтобы мы с тобой сделали треугольник? Что нам нужно? Ну, если это АЦ... Что нам нужно, чтобы мы с тобой сделали треугольник? Подожди, 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 подожди. Что нам нужно, чтобы мы сделали треугольник? Что нам нужно? Положить стороны. нам нужно приложить новый вектор например вектор вектор какой нам нужно века приложить бдбд приложить сетка отца нам нужно вектор например какой-нибудь cb какой вектор cb до приложить вот сюда вот к бд нужно будет новый вектор приложить нам нужно будет вот касательные то есть вообще Мне нужно написать Более здесь четко, смотри То есть, во-первых, там нужно будет, естественно, здесь Они будут выходить, еще проще сделать пример Они, вообще, можно считать Еще по правилам ломаные и так далее Но мы считать по правилам ломаные не будем Мы сейчас будем считать, тогда они будут выходить из одной точки Оба вектора будут выходить из одной точки Вот Вот А, Б, Ц, Д Да, А, Б, Ц, Д И у нас будет какой-нибудь еще А вектор, не знаю, там Какой-нибудь вектор Какой-нибудь еще будет один вектор Нужно еще один вектор приложить Понимаешь, что там еще один вектор приложить Который будет как раз вот у нас И вот выходить Прикладываться будет в точке B Новый вектор нужно будет приложить Смотри Вот так вот, новый вектор прикладываем И как раз новый вектор И есть сумма этих векторов Новый вектор сейчас я даже тем более подробно пишу для начала смотри сумма векторов это что такое вот вот новый вектор и получится результирующий вектор это что такое новый изучишь вектор смысле но это сумма данный вектор показывает а b плюс cd но ведь это помимо миссии хорошо вот если мы с тобой по правилу треугольника вот мы с тобой у нас например есть вот эти вектора cd и мы например еще один вектор у нас будет но вектор с тобой и приложим то есть например вот у нас будет вектор сейчас какой-нибудь здесь еще один вектор вот он d1 есть будет у нас вектор не знаю допустим к d1 неважно вот и мы к d1 прикладываем в точке b мы к дадим прикладочки бы не краска d1 например это и есть у нас сумма эти векторов сумма а b и cd нам нужно приложить еще один вектор как вообще-то официальная документация если мы с тобой это все будем официально говорить что например пусть будет два вектора а b и cd и прикладываем к точке вы должны приложить вектор вы должны приложить вектор к d1 к точке b и получим что следующее что у нас новый вектор который мы это приложим то есть вот этот к d1 он чему равен вектор к d1 чего а б а б плюс cd когда один будет вектор равен вектору вектору cd вектору 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 вот вот этому сейчас вот у нас мы даже надо отметить с тобой это расстояние сейчас место отметим это то есть они будут другой нарисую я нарисую другой ты самый цветом сейчас вот мы прикладываем эти вектора видишь я пишу палочку чтобы показать что это одинаковая длина одинаковым имеет одинаковую длину я пишу такую черточка видишь черточка означает что одинакова длина вот мы прикладываем таким образом вот у нас новый вектор получилось но вектор у нас как называется б б что у нас и и конец это б д д почему бы ты потому что здесь . б а здесь . ты у нас да и когда мы прикладываем с тобой вектор катый 1 как эффект руб и получаем б д до получается к ты 1 к 1 д равно б ты согласна если у нас б.д. откуда к.д. почему мы не к.д. его захотела могу написать его здесь дядя петя здесь могу написать конечно . быть назвать эти мульти как захочу в общем этот ответ вектор называется к.д. который имеет начало мы просто нет да мы просто прикладу туда мы просто приложили мы просто приложили его к началу понятно и конец d а название его к.д. до к.д. один и хоть к.п. не знаю могу назвать его по-другому могу написать вот так к.п. один могу так написать или к просто к.п. могу написать неважно любые буквы таким образом мы 100 прикладом просто новый вектор вот это 3 века мы прикладываем вода и у нас и получается у нас вот это вот сумма не получается к.д. 1 равно б.д. вот все таким образом у нас получившись вектор б.д. он равен а b плюс cd вот это вот то что нас вектор и красотон и является суммой он является суммой это вот мы с тобой запишем это то что у нас вам запишем с тобой то что у нас вот это вот который давай даже напишу нет не так я не так немножко написал я напишу напишу более 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 лучше чтобы ты ты понимала сейчас вот так напишу да лучше 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 изобразить это все-таки таким образом мы напишем здесь а а.б. а здесь а.д. вот а.б. и а.д. и а.д. да у нас это уже будет более корректно смотреть таким образом у нас получается равенство следующее вот у нас а.б. чему равно будет даже вот а.б. а.б. плюс cd а.б. плюс а.д. чему будет равно а.б. плюс а.д. а.б. плюс к.п. а.б. плюс к.п. а.б. плюс к.п. а.б. плюс к.п. да равно а.д. да четко получается получается а.д. это и есть результирующий вектор получается а.д. и есть результирующий вектор а.д. и есть его длина то есть а.д. это е длина правильно это то что получится результат сложения результат сложения давай сейчас запишу это таким образом чтобы сложить а.б. а.б. и вот допустим вектор а.к.п. мы должны с тобой нарисовать а.б. а.景 с тобой получается есть и изучивший вектор а.ель висующий вектор а.п. а.б. то есть даже например могут быть где-то в пространстве да вообще это плоскости где-тоryTorado а.вот давайте сразу же да еще раз повторим смотри у нас топливе из два вектора а randomly у нас полгода допустим даже вот в послед specialty выходите сразу точек примером и вообще вот тапли у нас2018 есть м к вот у нас например вот есть вектор mk вот . стрелочка mk и нас есть второй вектор например называется х х х х y до природ х y вектор новый сейчас сейчас а ну-ка вот новый вектор да х y неважно и чтобы посчитать их длину вот этого вектор mk и к игре что нам нужно будет сделать соединить их нам нужно будет приложить 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 сначала вектор нам нужно будет приложить вектор вот этот вот х и к игре нужно приложить будет к точке к до прикладываем до x y прикладываем к до начала вектор то есть мы прикладываем сюда получать этот вектор вот приложили его до потом их складываем и получается новый вектор и рисуем результирующий вектор вот он вот мы м к складываем вектор но вектор можно за как захочешь он может назвать его там не знаю там w w получится да например я да 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 а точки точки m y вот это у нас мы просто берем вот когда у нас два вектора находится где-то в плоскости или пространстве это болтаются да мы просто их прикладываем друг другу и все вот у нас м к вектор и вот вектор x y и чтобы почитать им к плюс x y ты просто берешь x y прикладываешь вот это к точке к и все да поняла да 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 получается это есть сумма эти векторов супер все с этим мы разобрались идем дальше next а также также по сути трюгольник работает сочетанием из и у нас через правило параллелограмма слишком скучно давай дальше пойдем на новую тему и так что дальше а теория закончилась опять практика а в пойти не считается пойти считается сложение очень легко правильно сложение вектор в один скаке еще вектором сложи мне или умножить вектор на скаляр вообще множество вектор на скаляр ну мы создаем вектор вектор например Например, и потом вектор умножаем. А, так, нам надо указать же, сколько равен скаляр, правильно? Да, да. ВС равен... Да, 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 это долго, просто пиши сразу скаляр. А, ну, надо... А, нет, подожди. Долго, давай, слишком долго, давай, вот так вот, просто вот, просто число 5, например, неважно. Вот, просто быстрее, да, здесь уже не надо, мы понимаем, что скаляр, вот, соответственно, всё чётко. Далее, давайте сложим V1 в плюс V1, складываем, V1 в V1. Вот. Хорошо, далее, следующий момент, V1 в плюс V1, всё получается. Далее, какая операция нас ещё интересует, ну, сложим вычитание, это всё легко, вычитаем векторов. Вот. А что касается, например, умножения вектора на число, мы тоже проговорили с тобой, да, мы с тобой проговорим про, допустим, какое-нибудь понятие скалярного умножения векторов? Скалярное умножение векторов. Да. Скалярное призвение векторов. что такое вектору что это такое когда она на каждый вектор умножается все это складывать 2 вектора в 1 и в 2 1 есть какой вектор в 2 не знаю какой нить вектор в 2 который тоже обладает какие-нибудь координатами да ну каждый надо умножить на скаляр да вот давай мы умножим на скаляр как мы с тобой это сделаем как мы с тобой умножим скаляр вот я хочу чтобы ты каждый этот перемножилась с помощью скаляр на президент векторов умножь каждый это с помощью кирнат произведения какая формула скаляна президент векторов давай какая формула не помню формула следующая получается x1 или к 1 плюс x2 y2 и так далее давай как с 1 y1 плюс x2 y2 ну вот у нас x и y да давай делаем метод какой смеска на президент ваще ветров какой метод у нас метод произведения векторов до вот и подсказал ну давай пиши быстренько нп . давай давай быстренько активней dot да отлично давай кидай туда вектора а продакт дота продакт это по-английски скаляр на позиции векторов не так писать не надо доты все что ли конечно давай понятно продукт это произведение давай поехали кинет не туда скаляр вектор наши в 1 2 2 1 2 2 умничка все получили число 8 правильно давай сами посчитаем давай готова сама считать я хочу понять как это работает сначала готова считать сама к ну сама готова считать готова значит поехали мир вектор у нас что-то у нас 12 до 23 23 вода у нас вектор 23 получается 23 ты умножаешь на скаляр на то есть ты у нас и теперь его цару вектор вектор у нас 12 ну поехали значит на следующая формула форма следующая x1 и то есть мы 2 умножаем на 1 плюс что у нас на все вещи и умножаем на 2 что получается 2 плюс 6 8 супер таким образом мы с тобой научились применять коляр по директору так можно 2 значит x и у перемножаются и y перемножаются так из 1 и 2 умножить на 1 и 3 умножить на два сейчас еще секунду 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 y вот так да вот вот теперь да вот теперь сада соответственно руки помнят главное что мы руки помнят отлично до x и перемножаются и складываются с произведением y все поняла и так следующий момент нам нужно будет получается тебе подвести итоги с джамбордом наверно поинтереснее да нет нам и поинтереснее но в плане обучения с джамбордом наверно или или убрать джамборд из обучения но джамборд это чисто схема нет наверно она все друг друга дополняет но и мать активнее на 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 пикает на бедок на пи мы реализуем на знание джамборда ну понятно вот эта теория это да чисто теория и она нужна только для понимания и также обратите внимание что нас обещая нас обещая ты понимаешь да спрашивают теорию причем жестко и видел какие вопросы дают от среди слов как вы видите на регрессе какую графику нее так это же получается чисто теория они не спрашивают как на пи будет ли на регрессе правильно на собеседовании спрашивают именно математику именно театрическую математику представляешь зачем это нужно физическая математика а вот оказывается нужно что понимает как устроена нет нервное обучение вообще как вообще как устроена даже математический анализ нужно понимать как устроен именно в математике а не в нампе ну значит нельзя выбирать что лучше и то и другое и нампе и джамборд да и поэтому видишь нельзя выбирать таким образом по домашке у тебя следующий будет ну